всем привет дорогие друзья подписчики а также гости этого канала представляем вашему вниманию личную драму актрисы ирины безруковой гибель сына предательство мужа известного актера на счету актрисы ирины безруковой с пол сотни киноролей и огромное количество спектаклей она сама насчитала более 250 выходов на сцену только за студенческие годы но самая тяжелая роль какую и представить страшно досталось этой женщине в реальной жизни девичья фамилия ирины бахтура она рано осталась без родителей и узнала что значит жить в нужде и стыдиться этого перед окружающими ее папа был музыкантом но выпивал и в этом состоянии становился очень агрессивным поэтому мама ушла от него когда ирине было 7 лет в 11 лет она лишилась матери мама умерла от рака мозга опекуном ирины и ее младшей сестры ольги стала бабушка они жили на ее зарплату дворничихи и скромные пособии от потери кормильца алименты от отца она получала редко он скрывался от выплат бабушка даже готовила девочек тому что придется отдать их в детдом но в итоге все же смогла вырастить их сама учиться на актрису ирину взяли только после ряда безуспешных попыток сначала перед ней как будто закрывались все двери в москве до финального тура вступительных удалось дойти только в щепкинском вту но и там случился провал не беда я потом поступила с высшим баллом на театральное отделение училища искусств городе ростове-на-дону и практически сразу оказалась на сцене говорила ирина в конце восьмидесятых молодая актриса переехала в москву вслед за возлюбленным и будущим мужем на то время уже известным актером игорем ливановым 90-м году благодаря ростовской знакомой временно попала в театр олега табакова потому что заболела одна из актрис труппы ирина некоторое время заменяла ее в спектакле обыкновенная история но та актриса вернулась и табаков легко расстался с ириной объяснив что для нее нет свободной ставки другой работы такого уровня не предлагали сетовала артистка вместе с тем в девяностых ирина очень активно снимается в кино дебютный для нее ролью стала романтическая комедия когда опаздывают в загс зрители в своих оценках фильма часто отмечают ослепительную красоту 25-летней актрисы за это кризисное десятилетие ирина тогда еще ливанова появляется почти в двух десятках фильмов как она говорит сама тогда выходило не так много фильмов я обязательно играла роль в одной из них другое дело что среди этого количества можно выделить лишь единицы по-настоящему хороших картин или запоминающихся ролей в ее кинокопилке есть например чешская драма коля получившая девяносто седьмом году оскар и золотой глобус как лучший иностранный фильм но у ирины там всего пара невыразительных эпизодических появлений актриса дорожит работой в российских исторических драмах я люблю историческую эпоху более чем современность чувствую себя там лучше современность для меня более плоская а исторические фильмы позволяют добавлять больше романтизма благородство объяснять ирина при этом в ричарде ее озвучивала другая актриса анна каменкова а сама ирина в образе завитой блондинки кажется неузнаваемой еще из фильмов 90-х которые не относятся к проходным остаются на слуху можно назвать детективную комедию китайский сервиз хотят что в ней снялась ирина ливанова пожалуй вспомнят только самые горячие ее поклонники и то возможно лишь благодаря сценам где ее безымянная героиня обхаживает молодого мошенника в исполнении сергея безрукова как ни странно сама ирина на вопрос каравана истории о фильмах где они снимались вместе с безруковым вспомнила сериал любовь точка ру который вышел позже китайского сервиза уже в 2000 году зато там было все наоборот ирине досталась одна из ключевых ролей а сергею небольшой эпизод в целом у нее так и не случилось великого карьерного взлета двухтысячных все осталось как и раньше огромное количество съемок но ничего выдающегося что можно было записать на ее личный счет однако зрителям всегда запоминается царственная красота ирины несмотря на изысканную внешность второстепенных и третьестепенных ролей в ее карьере намного больше чем ключевых сами эти роли проще перечислить качестве примера чем название картин жена героя бывшая жена героя дама секретарша буфетчица стюардесса и так далее сама ирина предполагает что блестящие карьеры у нее не вышло потому что она отвечала всегда отказом на многочисленные домогательства на волне серьезных признаний елены прокловой и некоторых других актрис ирина рассказала что как раз в начале кинокарьеры в 25 лет к ней приставал режиссер постановщик фильма где она играла друг кримёрная подошел сзади человек и властно меня сграбастал это было неприлично и грязно причем там стояла художник по костюмам я с разворота сразу дала по лицу даже не зная кто это потом увидела что держится за свою щеку режиссер поделилась она в шоу воспоминаниями звезды сошлись по ее словам это не остановило мужчину домогательства продолжались до самого конца съемок а потом тот режиссер на вопрос коллег ну как она как актриса отвечал да никому не дает по мнению ирины это могло помешать ее успеху официально личная жизнь ирины была связана с двумя известными мужчинами от первого мужа известного актера игоря ливанова актриса со скандалом ушла в двухтысячном году к сергею безрукову которая на восемь лет ее моложе дерзкий красивый великолепный артист и очень очень упорно ухаживал просто приступом брал сказала о нем артистка в программе судьба человека они прожили вместе 15 лет и считали одной из самых красивых и романтичных актерских пар но еще за пару лет до расставания выяснилось что в их отношениях все сложно принято говорить что в крахе брака виноваты двое но в данном случае если судить по доказанным фактом именно сергей вел двойную жизнь будучи мужем ирины он завел на стороне двух небрачных детей в чем с трудом признался только через два года как об этом прознала пресса и везде об этом говорили потом еще до официального развода его застукали с молодой режиссершей анной матисон на которой он впоследствии сженился из которой завел еще троих детей многие тогда ополчились против безрукова и больше всего народ смущало то что сергей бросил жену вскоре после страшной трагедии когда погиб ее единственный сын андрей ливанов родившийся в первом браке актрисы умер в 2015 году парню было всего 25 лет когда это случилось ирина была на гастролях сергеем безруковым ее стревожило что андрей уже часов 12 не выходил на связь не отвечал на телефонные звонки и смс она попросила подругу сходить к сыну но это же никто не открыл скрывали дверь уже представители экстренных служб они обнаружили тело в коридоре подруга позвонила и сказала что андрюши больше нет оказалось он неудачно упал и ударился виском тело тогда уже было синее рассказывала о том ужасе ирина через неделю после трагедии актриса должна была играть спектакли они подрезали меня прямо на дороге я была в панике боялась потерять управление над автомобилем вспоминала артистка на следующий день сми начали писать о том как я могла выйти на сцену после трагедии что не так я уж и переживаю у меня тогда еще вместо сердца была огромная дыра а тут все эти материалы рассказывала ирина на карантине ирина безрукова написала автобиографию жить дальше актриса надеется что откровение о том как она справляется со своим великим горем помогут другим людям пережившим невосполнимую утрату многие даже злорадствовали говорили что то что ее бросил молодой супруг и гулял на стороне это ее карма и что и прилетел бумеранг за то что она так жестоко бросила первого супруга зная какие в прошлом у него были огромные переживания и несчастья и трагедия в его жизни игорь ливанов потерял молодую жену и маленькую дочь и он очень тяжело переживал и только благодаря молодой супруге ирине он смог как-то восстановиться и немного забыть о своем горе но ирина на съемках закрутила роман сергеем безруковым и бросила его он очень долго восстанавливался и переживал это событие но потом нашел в себе силы познакомился с молодой женщиной создал с ней семью и в этом браке родилось двое сыновей как говорится не суди и не судим будешь лично я никак не осуждаю эту женщину вполне ее понимаю это ли и личное дело дорогие мои пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по этому поводу а я всех благодарю за внимание желаю вам всего самого доброго всего самого замечательного берегите себя и своих близких и будьте счастливы всем успехов всегда и во всем ангела-хранителя божьей благодати божьего благословения и божьей помощи до новых встреч и всем пока пока удачи удачи Продолжение следует...